Здравствуйте! Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов украинцев покинули за последние недели свои дома. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? «Гуманитарный коридор». Сегодня мы разговариваем с филологом, историком культуры, живущим в Германии, Гасаном Гусейновым. Гасан, история войн – это, ну, среди прочего, это еще и история беженцев. Вы филолог широкого профиля, но прежде всего античник. Что для греков означало слово и понятие «беженец»? И было ли такое понятие? Понятие было, но это было очень пестрое понятие, разнообразное понятие. Во-первых, для воина, для мужчины убежать, бросить свой город или убежать с поля боя – это было, конечно, позором. Хотя это такой позор, который замечательными поэтами обыгрывался. «Ну да, вот я бежал, я бросил щит, но зато я остался жив и могу теперь об этом рассказать». От археолога до Горации мы слышим это. Другое дело – беженец, который куда-то прибыл. Тот, кто пришел куда-то, и там это уже другой человек. Там это человек, который нуждается в помощи, в защите. Беженец – это, таким образом, такая вот фигура двуликая. С одной стороны, это человек, который совершил что-то нехорошее, потому что он убежал. А с другой стороны, это человек, заслуживающий всяческой поддержки, помощи, потому что ему очень плохо. И он становится немножко другим человеком. В этом смысле он становится как бы представителем того мира, ушедшего, может быть, погибшего, как у троянцев, в новом мире, в новой ситуации. Вот эта двойственность, она есть в языке. Она присутствует в языке, конечно. Ну и, кроме того, существует понятие беглого раба или беглого преступника, который тоже нуждается в защите и которому тоже можно помочь. То есть, пока ты его ловишь – это одно дело, а вот если он прибежал, припал к алтарю твоему, к твоему очагу пришел, то он тоже преображается, он стал другим человеком. И эта тема обсуждается, мы очень далеко уйдем, если будем ее в деталях рассматривать. А так-то действительно основной такой вот главный сюжет не только греческой литературы, но и мировой литературы – Троянская война и последствия Троянской войны – как раз повествует вот о таких людях. А вот вы говорите о троянцах, беженцах-троянцах. Это мифические персонажи или все-таки реальные люди? Ну, конечно, это мифические персонажи. Ну, ясно, что у них есть некоторые исторические корни, и можно говорить о том, что это люди, знания которых передавались с поколения в поколение и смешивались со знаниями о других людях. Поэтому для нас важно, что это мифические персонажи. И кроме того, это персонажи, которых мы видим, на которых мы смотрим глазами греков. Это троянцы, это не греки. И хотя они говорят в Илиаде на одном языке, на греческом, но ясно, что это совершенно разные народы или представители разных народов. Хорошо, что вы об этом заговорили, потому что здесь тот же мотив. Одно дело – человек, который убегает, вынужден бросить свой город и вместе с тем способен унести из этого города какую-то его главную святыню. Ладий – статую богини, которая должна защищать этот город, такой амулет. И вот Эней с таким амулетом, троянец Эней с таким амулетом убегает из Трои, спасает, так сказать, сердце города и оказывается в Италии. То есть здесь получается такое тройное зеркало. Первое зеркало – Гомеровское. Греки смотрят на Трою и рассказывают о том, как троянцы бежали из-под Трои после того, как город был взят. А здесь в Иноиде Вергилия, в поэме, посвященной этому бегству, поставлено второе зеркало, которое отражает уже глазами римлянина, что значит восточное Средиземноморье для него, включая Грецию, которая завоевана уже к этому времени давно Римом, и видит себя римлянина как наследника этого исторического беженца. То есть вот тут такая получается удивительная картина, конечно. А если Гасан сделать огромный исторический скачок больше, чем в тысячу лет, то какова ирония истории? Изгнание испанских евреев привело к процветанию других стран, ну, я не знаю, хотя бы Голландии, с ее торговлей, предпринимательством, с ювелирным делом, с меценатством, с чем угодно. Поразительно, да, как беженцы для одних стали просто счастьем и историческим подарком для других. Да, но вместе с тем нужно представлять себе, что все это произойдет в следующем поколении. То есть сначала поколение, которое терпит страшные лишения, которое теряет свое жилье, свои дома, свои города, и потом на другой земле, следующее поколение уже начинает новую жизнь. Причем интересно это еще и как это связано с языками. Мы знаем, что еврейские беженцы везде, куда они приходили, оказывались двуязычными или триязычными. Они осваивали новый язык, они создавали новый язык для себя, как ладину или идиш. И вместе с тем они оказывались среди главных носителей того нового языка, в мир которого они пришли. Да, здесь тоже масса всяких примеров. И интересно, что Вергилий, по-видимому, воспринимает своего Энея еще и как создателя или одного из тех, кто создавал тот великий язык, на котором он сам пишет. Можно привести множество примеров этого. Но, с другой стороны, в этом же присутствует и сидит такое несчастье для людей. Потому что, например, евреи, о которых вы сказали, когда они пришли в Восточную Европу, когда они оказались в Германии, когда они ассимилировались, когда они стали немецкими писателями, немецкими художниками, немецкими музыкантами. Эти когда-тошние беженцы, их потомки. Потом оказалось, что нацистская идеология превратила их не просто в каких-то врагов культуры, внутри которой они жили, а врагов, подлежащих истреблению, уничтожению. Эта страшная история, в общем, почти на наших глазах случилась. И эта история, если угодно, бесчеловечного преследования беженцев, которые обжились в твоей культуре. Гасан, вернемся назад в античный мир. Эней, герой Троянской войны, и римский Эней, предок-основатель Рима, это разные персонажи? Для Вергилия это один персонаж. Для Вергилия это герой, который по воле богов, причем по воле вполне такой конкретной и могучей богини Венеры или Афродиты, исполнил некий совет и пришел в Италию для того, чтобы создать там новое государство, новый мир, новый народ. Для него это один человек. Это человек, соединяющий Восточное Средиземноморье, Центральное Средиземноморье, такой вот простроитель римского мира. Так что это такая вот грандиозная для него фигура. И действительно интересно, что он тоже беженец. То есть вот изначально он бежит, а потом он выстраивает новую жизнь, так сказать, на новом месте. Так что вот получается такая необычайная картина античного беженства. С одной стороны, что-то плохое и предосудительное, бегство, проявление трусости, а с другой стороны, исполнение какой-то воли богов, которая приводит к становлению нового государства, к появлению чего-то нового и очень значительного. В наши дни беженцы – это всё-таки люди сухопутные. Вот какую роль играло море, Средиземное море в судьбе беженцев? Это тоже огромный вопрос, потому что для греков морская стихия была, в общем, родной. И другой величайший греческий памятник – Одиссея – это памятник мореходству, в том числе и вот этому беженству в бурях и попыткам преодолеть себя человеком через такое вот столкновение со стихией. А римляне море не любили. Да, такие скорее сухопутные нации. И морское беженство – это то, с чем сталкивается сегодня Европа, потому что бегущие из Большого Ближнего Востока или из Северной Африки используют Средиземное море как дорогу, как путь. Гибнут многие на этом пути, но это всё та же тема – преодоление моря по пути к свободе, по пути от рабства, от гибели к свободе. Гасан, я учился в Украине в русской школе. Ну, у нас был урок украинской литературы. И у меня был там свой любимый текст. Это бурлеск поэма Котляревского «Энеида». И каждый школьник в Украине знал начало. «Эней» был парубок моторный. Я больше всего любил строчку. «Но зла юнона, суча дочка, Роскулдахалась я квочка». Какое место занимает вот эта поэма Котляревского? И это всё-таки первое произведение новой украинской литературы. Можно ли сказать, что это поэма «Лексический беженец» от или из русского поэтического канона? Я бы так не сказал, потому что эта поэма написана на языке, написана человеком, который пытается встроить украинский язык в русский язык. Такая же установка была у Гоголя потом, некоторое время спустя. Представление о том, что украинский язык или малороссийский язык, как они его называли, это часть какого-то большого русского языка. Это представление, в общем, совершенно фантастическое, даже не как диалект русского языка, а как некое наречие, которое является частью русского языка. И в этом смысле оба поэта или оба писателя, ну, Котляревские в особенности, на самом деле не совсем по-украински писали это. То есть они воспринимали украинский язык как некий фрагмент большого русского языка. И вот даже эта первая запись, когда они записывали не по-украински, собственно, а, кажется, «ярышка» называется, да, это способ записи украинских слов с использованием русских, твердого знака, мягкого знака. И эта запись предполагает, в определенном смысле можно сказать, что это такое вот беженство. Но беженство от чего? От указов, запрещающих украинский язык, как самостоятельный язык. Поэтому это игра, которая могла очень нравиться, и мне тоже она очень нравилась, но она же породила странную форму и ужасную форму антиукраинизма в русском культурном обществе. То есть украинская, малороссийская, как какая-то прибавка, как что-то такое потешное, что сопровождает русский язык, а самостоятельным языком не является. Так что здесь, конечно, историки языка, я думаю, больше моего могут сказать. И такая в этом произведении содержится противоречивая субстанция. С одной стороны, да, здесь очень много собственного украинского, того, что существует в родном языке, а с другой стороны, это произведение, которое оказывается частью большой языковой политики по освоению, проглатыванию украинского языка русским. И у Коплеровского это есть, и у Гоголя, да, создание вот этих словариков малороссийского наречия для нужд изучающих язык и для нужд тех, кто хочет обогатить свой русский язык. Вот это столкновение, удивительное столкновение, оно чем-то напоминает, конечно, встречу бежавших откуда-то людей, говорящих на другом языке, не на таком, как твой. И вот постепенно они начинают усваивать твой язык, а ты потихоньку начинаешь усваивать их язык. И вот из этой смеси рождается что-то новое. Я бы так это описал. То есть это очень текучая лава, речевая, с которой мы имеем дело в этом произведении. И тот, кто умеет различать, вот это здесь русское, а это здесь украинское, наверное, лучше, еще лучше понимает особенности этого произведения, его дух, иронию, которая его пронизывает. Потом там тоже интересно, что вроде бы это перевод, но на самом деле это не перевод, а это пародия на перевод. И Катлеревский использовал перевод Осипова, он еще на русский язык, то есть он еще смеется, иронизирует над этим русским переводом. И вместо троянцев и первых римлян у него там «Запорожские казаки», песня о Сагайдачном, то есть у него огромное количество аллюзий и образов украинской жизни, которые пародийно переосмысливают Вергилия, и это какое-то, получается, четвертое зеркало, в которое мы смотримся. Гасан, огромное спасибо. Спасибо, Гасан. Мы беседовали с филологом, историком культуры, живущим в Германии, Гасаном Гусейновым. Привет, меня зовут Полина Галуева, и это новый подкаст о том, как «Радио Свобода» издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей. Или там «Олеся, Куприн» открывает, а там «Набуков». Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте «Радио Свобода» или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля. Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор» «Украина. Война. Беженцы». Ведущие подкаста Игорь Померанцев и Иван Толстой. Наш следующий разговор с волонтером из Украины Владом Чумаченко. Влад, давайте сперва познакомимся. Скажите, пожалуйста, как вас зовут. Мы знаем ваше только имя. Если вы хотите, вы можете назвать вашу фамилию. Меня зовут Влад Чумаченко. Я представитель контрольно-спасательной службы Украины. Это общественная организация, которая в мирное время занимается обучением, навыком доврачебной помощи разных социальных групп и волонтерскими спасательными работами, инструктажом по горным видам спорта и всему подобному. Сейчас ввиду военного положения в Украине мы проводим огромное количество бесплатных тренингов по доврачебной помощи для цивильного населения, для вооруженных сил Украины, для территориальной обороны Украины. Занимаемся медобеспечением, то есть достаем все необходимое для вооруженных сил, стабилизационных центров и всего подобного. Как война повлияла на рынок лекарств? Первые недели это был, ну, понятное дело, коллапс, особенно в регионах, где шли боевые действия, особенно те лекарства, которые необходимы людям для системного приема, у кого там есть проблемы с диабетом, щитовидной железой. Сейчас ситуация выровнялась. Как узнать, что вот в таком-то месте, в таком-то районе, в таком-то квартале требуется такое-то лекарство? Во-первых, благодаря социальным сетям там размещаются запросы. По цивильному населению есть чаты, и те волонтерские группы, которые готовы закрыть этот вопрос, забирают на себя эту задачу. Вы можете описать ваш рабочий день или рабочую ночь, или рабочий вечер? Я могу описать наш рабочий месяц, даже больше уже рабочих полтора месяца, потому что, ну, выходных, как таковых, мы себе позволить сейчас не можем. У нас есть два направления деятельности. Одно направление деятельности – это логистика и обеспечение аптечек. Часть ребят шьет эти аптечки, это производство швейные, которые переориентировались сейчас. Часть ребят ездят на Западную Украину и на границу с Европой, оттуда забирают со складов необходимое медобеспечение, привозят его к нам на сортировочный пункт. Бывают запросы там на дефибрилляторы, такие запросы чуть-чуть меньшими объемами, но тоже стараемся решать. Мы почти все время в дороге, приезжаем в населенный пункт и проводим по 2-3 группы в день под врачебной помощью. Мы сделали курс максимально сжатым, стараемся рассказывать только про самые неотложные состояния, остановка магистральных кровотечений, остановка сердца дыхания и сортировка пострадавших во время большого количества пострадавших, что бывает во время ударов по городам, по цивильному населению. До сих пор мы говорили о запасах медикаментов. Хватает ли в Украине запаса крови? В каждом крупном населенном городе любой желающий может сдать кровь. Периодически появляются запросы на конкретные группы крови, но какого-то острого дефицита, по крайней мере, я со своего круга общения, я много общаюсь с парамедиками, острого дефицита нет. Он возникает ситуационно, то есть там, где активная фаза боевых действий, есть госпиталя, стабилизационные центры, там, естественно, возникает вопрос и в дополнительной крови, ну и во всем подобном. Влад, война – это динамика беды. Куда сдвигается медицинская карта проблем сейчас? Что самое важное? Что самое неотложное? Что самое ужасное? Ракетные обстрелы мирного населения – это, наверное, самое страшное, с чем мы столкнулись. И последствия длительного пребывания российских военных каких-то населенных пунктов – это и травмы, связанные с насилием, это и травмы, связанные с психологическим насилием и так далее. Но самое главное сейчас – это первый эшелон помощи, то есть это аптечка укомплектованная, современная у каждого бойца, для того, чтобы он мог оказать помощь себе или своему товарищу прямо в момент ранения. Фармацевты, как и другие украинцы, эвакуируются и пополняют ряды беженцев. Хватает вообще фармацевтов в Украине? Да, ну в аптеках хватает. На складах очень много фармацевтов-волонтеров. Более того, люди, которые связаны с медициной, у многих это в первую очередь ценностный выбор. Ну и такие люди стараются быть в такие времена максимально полезными. Ну а есть люди, которые сами приходят в госпиталя, описывают круг своих возможностей и становятся там на дежурство. Есть склады волонтерские, прямо в открытые поле пишут, что друзья, приезжают две фуры медикаментов, нужен срочно провизор, откликаются провизоры, заступают на смену на этот склад. Аптеки открыты, работают, каких-то препаратов единичных или нету, или мало, но это не острый дефицит. Опять же, я говорю про те районы, где не ведутся активные боевые действия. Мариуполь, ну там гуманитарная катастрофа. Я думаю, что это прекрасно понятно сейчас всем. В начале войны и перед войной возникло понятие и такое обучающее понятие тревожный чемоданчик. Не возникает ли чего-то, что можно было бы назвать медицинским чемоданчиком для населения? Есть ли какое-то обучение тому, чем должен обзавестись человек на всякий случай? Что важнее всего? О чем простой человек может просто не подумать? В тревогах каждого дня. И что вы могли бы ему объяснить? Есть вот такое просвещение с вашей стороны или со стороны властей? Аптечка первого и аптечка второго эшелона это обязательные части тревожного чемоданчика. И об этом было сказано в той или иной форме в любых рекомендациях по его созданию. Сейчас из таких неочевидных дефицитов, то есть тиражировался миф про то, что человек может остановить кровотечение из конечностей подручными средствами, то есть жгут из подручных средств. Сейчас для всех очевидно, что история это скорее миф, и поэтому испытываем определенную нехватку турникетов, то есть нормальных жгутов кровоостанавливающих. Но с этим вопросом тоже работаем. Влад, больные, особенно хронические больные, предпочитают делать запасы медикаментов впрок. Это приводит к дефициту? Да. Есть группа лекарств. Например, есть такое лекарство альтероксин. Его принимают люди, у которых проблемы со щитовидной железой. Мы сталкивались с тем, что когда проходит объявление, что в аптеке появляется лекарство, человек может выбрать там всю поступившую партию. Но также я видел обратную историю, когда сами собственники аптек начинают регулировать, успокаивать население, что по чуть-чуть всем нам всегда хватит. Но это уже зависит от работников на местах. Да, люди пытаются делать запасы, но в целом там общий уровень консолидации общества сейчас такой, что какой-то тоже проблемы, которая прям там активно муссируется где-то в соцсетях, не вижу. Как диабетики справляются со своими бедами сегодня? Либо достают в аптеках, в аптеках в тыловых городах все есть. Второй способ – это ищут друзей и знакомых в тыловых городах и пересылают службами доставки в те города, где сейчас есть проблема. И третий способ – это волонтерские каналы. То есть волонтеры часто размещают, что такая-то машина едет в такой-то город, готовы там взять какую-то часть груза. И люди находятся в этих чатах региональных городов, районах и так далее и помогают друг другу с доставкой подобных лекарств. Поставки лекарств входят в западную помощь Украине? Да, в большом количестве. Особенно там таких лекарств, которых остро не хватает во время боевых действий, кровоостанавливающих лекарств, обезболивающие, противовирусные – это все входит. Кем вы были в мирной жизни? Спасателем какой-то период жизни, потом горным гидом организовывал путешествия, приключения по всему миру. И тренинги проводил под обращенной помощь, в первую очередь для тех, кто занимается экстремальными видами спорта, но также и для цивильного населения. Ваша деятельность связана с риском для жизни? В определенной степени. Ни в коем случае нельзя сравнивать этот риск с тем, который приходится на долю вооруженных сил Украины. Ну, в определенной степени, да, связано. Какой охват географический у вас и у вашей организации? Какие средства доставки лекарств? Как вообще все это происходит? Это медицинские или какие-то военные вертолеты? Или это только автомобили или велосипеды, не знаю, мотоциклы пешком? Как все это вообще происходит? Есть службы, которые работают объемами фур, ну, то есть больших грузовиков. Они обеспечивают прямо госпиталя. То есть госпиталь размещает запрос на волонтерский центр, ему привозят фуру, фуру разгружают, и госпиталь там реализовал все свои запросы, и в целом у них все в порядке. Мы как раз работаем с меньшими социальными группами, либо с подразделениями ВСУ и армией. Поэтому наше обеспечение либо разными службами доставки, много где в Украине они работают, и работают надежно и стабильно. Либо это волонтерская доставка. То есть, например, из города в город я отправляю службу доставки, там мою доставку забирает волонтер, кладет себе в машину и доставляет до адресатов, или до цивильного населения, или до военных. Вы сказали, что до этой новой острой фазы войны вы организовывали туры, путешествий, приключений. Ваша нынешняя деятельность похожа на опасное приключение? Нет, это не приключение. Я не ощущаю это таким образом. Это война настоящая. Мы все испытываем после того, что произошло в освобожденных городах, острую ненависть. Это не приключение, это тяжелая работа, очень необходимая, но мы собрались довести ее до разумного конца. И приключения хочется, чтобы продолжались, а война нужна, чтобы она прекратилась. И тем не менее, вы, как, знаете, мальчик, который насмотрелся на картинке в книжках с войнушкой, вы шагнули в эту картину и стали принимать настоящее в ней участие. Клюквенный сок оказался, к сожалению, настоящей кровью. Я желаю вам и вашим коллегам в вашем благороднейшем деле остановить все то, что происходит, и ступить назад из этой ужасной картины в мирную жизнь и быть снова полезным и благородным человеком. А то, что ваша деятельность благородна, по-моему, ни у кого не вызывает никаких сомнений. Удачи вам и победы, Влад. Большое спасибо, Влад. Нашим собеседником был Влад Чумаченко, волонтер из Украины. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. Украина. Война. Беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».